В общем, я попытался постучать, открыть дверь в студию художественную Кисти Кристи. Она закрыта наглухо, напрочь. Я по телефону, который там указан, в этой студии Кисти Кристи позвонил. Мне никто не ответил, только автоответчик. После голосового сообщения автоответчика, он сказал, оставьте голосовое сообщение после звука. Я сказал, что ищу, где кружок провести в необычной технике, восковыми, сухими или масляными мелками. И что ко мне тянутся ребятишки, но у меня нет места. И что я могу бесплатно провести. И я просто ищу место. У меня талант такой есть, что ребятишки ко мне тянутся. И там просто положили трубку. Никто не стал со мной разговаривать. Ну и никто не станет со мной разговаривать. Сейчас иду в библиотеку. Мне как холодом огорашивает, когда я разговаривал с тем взрослым, у которого длинные волосы. Казалось бы, он должен был поддержать меня морально. Но я думал, а он сказал, что у меня со спиной проблемы. А эта игра помогает крепить мышцы спины. Это твои личные проблемы. То есть такое отношение у нас, россиян, к друг другу. У мужчин друг к другу. Такое отношение. Моя хата с краю. Ничего не знаю. Безразлично вообще на тебя. Все. Я это сталкивался в Таиланде. С таким отношением. От россиянина. Даже не хотят слушать. Отчужденность какая-то. Холодность, отчужденность. Я хочу всем помочь. Чтобы всем было хорошо. А получаю такое безразличие, отчужденность и недоверие. Всегда так. Это и везде. И когда я к россиянину подошел в Таиланде, получил холодный ответ, такой неприятный вообще. Даже сказать можно, отказать можно было бы более толерантно. Причем он даже не разобравшись. Всегда вот так отвечают. Даже не разбираются. То есть здесь мой талант закапывается в землю просто. И все. Мои таланты. Закапываются в землю. Я остаюсь один. Потерян. Это грустно мне. От душевно. В груди. Ладно, сейчас в библиотеку попытаюсь. Библиотеку. Я обидел не. Я покousse ее. cool. Я собрала стол.